Приветствую, друзья! В этом видео мы с вами разберем 24-ю задачу из EGAP-информатики. Как всегда, эта задача о горе-программисте, который поторопился и написал программу неправильно. Причем его программа работает для некоторых чисел верно, а для некоторых нет. И наша цель понять, что же он сделал неправильно и исправить эти ошибки. Конкретно это условие задачи я взял из демо-варианта 2018 года. Перед программистом стояла цель написать программу, которая по введенному числу находит его максимальную цифру, кратную 5. В случае, если таких цифр нет, то программа должна вывести слово no. В самом условии от нас требуется последовательно выполнить три задания. И прежде чем мы с вами начнем, давайте проанализируем наш код. Я буду ориентироваться на язык программирования Python. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующие строчки. На первую, которую вводит наше число n. Далее, цикл while, в котором нам будут интересны вот эта строчка и вот эта. Давайте я в отдельный файлик запишу эти команды. Итак, вот эти команды нас интересуют. Давайте я добавлю еще одну команду, которая будет выводить переменную digit. Перед вами алгоритм, который обходит все цифры числа в десятичной его записи. Причем вначале возьмет последнюю, то есть разряд единиц, потом десятков, сотен и так далее. И как это происходит? Смотрите, пока в нашем числе n есть цифры, мы берем его последнюю цифру. То есть конкретно вот эта операция берет последнюю цифру. Мы будем ее выводить. Но в нашей задаче, понятно, она не выводится. И затем мы из числа убираем последнюю цифру. Давайте это проверим. То есть я запущу программу и веду любое число. И не важно, сколько там в нем разрядов. Итак, смотрите. Первая вывелась настройка. То есть последняя цифра числа. Потом она ушла. У нас остается вот такое число. У него последняя цифра это двойка. И зачеркнем последнюю цифру. То есть останется так. И так далее. То есть у нас обойдутся просто все цифры числа. Такой алгоритм часто встречается в 20-й задаче ЕГЭ. Я его специально вам показываю, для того, чтобы вы понимали, о чем будет дальше идти речь. То есть смотрите. Наша программа будет получать на вход число n. Далее. В цикле while будет обходить все цифры этого числа. И записывать их поочередно в переменную digit. Дальше. Смотрите. Здесь идет проверка на кратность 5. То есть если при делении на 5 остаток равен 0. Но это условие задачи. Нам так раз и нужно проверять на кратность 5. Если это условие выполняется. Далее. Если наша текущая цифра больше, чем в переменной maxdigit. То мы в maxdigit сохраняем digit. То есть это стандартный алгоритм нахождения максимума внутри цикла. После этой проверки у нас будет зачеркиваться в числе n последняя цифра. Ну и в конце, видимо, программист сделает проверку на то, что была найдена такая цифра или нет. Итак, когда мы бегло пробежались по нашему алгоритму, давайте уже приступать к ответам на наши задачи. Первый вопрос звучит так. Напишите, что выведет программа при вводе числа 132. То есть я удалю вот эти все наши галочки. Итак, у нас n вводится 132. Затем в переменную maxdigit. Я сокращу ее, как в maxd напишу. Записывается. Смотрите. Последняя цифра числа n. Это двойка. Затем проверяется условие. n больше нуля? Да, у нас 132 больше нуля. И мы создаем переменную digit, которая равна также последней цифре числа n. То есть это будет двойка. Далее проверяется переменная digit на кратность 5. Это условие не выполняется. И мы, смотрите по отступам, проскакиваем вот этот if и переходим к строчке, где из n убирается последняя цифра числа. То есть вместо 132 становится число 13. И мы возвращаемся на проверку условия while. Все это определяется по отступам в питоне. В while n больше нуля? Так как 13 больше нуля, да, мы попадаем вновь в цикл while. В переменную digit записывается последняя цифра числа n. Так как там содержится сейчас 13, то последняя его цифра это 3. Проверяется кратная ли тройка 5. Это нет. И мы опять перескакиваем на строчку, где из n удаляется последняя цифра. То есть n становится 1. Возвращаемся на проверку условия. 1 больше нуля? Да. Мы находим последнюю цифру и записываем в переменной digit. У единички это последняя цифра, так и будет единичка. Проверяем, единичка кратна 5? Нет, единичка не кратна 5. Поэтому мы опять пропускаем все эти условия и из n зачеркиваем последнюю цифру. То есть 1 делить на целую на 10, это получается значение 0. В переменную n записывается. Возвращаемся на проверку условия while. 0 больше нуля? Нет. Условие становится ложным. Мы выходим из цикла. То есть выполняем далее строчки после цикла while. Это проверка на то, что maxdigit равняется нулю. А у нас в переменной maxdigit хранится двойка. То есть это условие не выполняется и выводится значение переменной maxdigit. То есть ответ на первую задачу это значение 2. А давайте зададимся вопрос. А каким должен был быть на самом деле ответ для числа 132? То есть смотрим, есть ли там цифры кратные 5. И мы понимаем, что ни одна цифра не делится на 5. То есть на самом деле ответ должен был быть no. И давайте сразу подумаем, как у нас вообще в maxdigit оказалось значение двойка. А это произошло сразу же во второй строчке. Мы в maxdigit записали значение равное двум. То есть мы даже никакую проверку не делали, делится ли это последняя цифра на 2 или нет. Следовательно, здесь большие сомнения на том, что ошибка в программе находится именно в этой строчке. Но сперва, прежде чем находить эти ошибки, давайте ответим на второй вопрос. Второй вопрос звучит следующим образом. Приведите пример такого трехзначного числа, при вводе которого программа выдает верный ответ. И так как мы понимаем, что в maxdigit сразу оказывается последняя цифра, то и логично придумать такое число, у которого последняя цифра так раз и будет кратной 5. И поэтому к ответу на эту задачу подходит число 135. То есть смотрите, в maxdigit сразу запишется значение 5. При этом n равно 135. В переменной digit запишется последняя цифра числа n, это пятерка. Проверяем. Digit кратный 5? 5 кратный 5, да. Потом digit больше maxdigit? То есть 5 больше 5? Нет. Поэтому maxdigit останется пятеркой. И зачеркнется последняя цифра у числа n. 13 больше 0. Мы провалимся в цикл. В digit записывается последняя цифра, это тройка. 3 не кратный 5. Мы пропускаем все эти проверки и убираем последнюю цифру из числа n. 1 больше 0, да. В digit записываем 1. 1 не кратный 5. И следовательно, у n зачеркивается последняя цифра и становится 0. И далее проверяется. Если maxdigit равняется 0, а у нас maxdigit не равна 0, следовательно, мы вводим значение 5. И это будет правильный ответ. В качестве ответа для вопроса 2 вам подойдет число 135. С таким же успехом мы могли написать число 145, 165 и так далее. Ну и у нас остался последний вопрос и главный вопрос. В чем же были ошибки этого программиста? Для этого давайте с вами вспомним, чему должна быть переменная максимум до начала цикла, то есть до поиска. И максимум до цикла должен принимать самые минимальные возможные допустимые значения. Или еще меньше. Так как у нас в задаче находятся максимальные цифры, то цифра у нас изменяется от 0 до 9. То есть логично предположить, что в максимум нужно записать изначальное значение 0. Но здесь небольшой нюанс. Мы должны найти не только максимальную цифру, но и максимальную кратную 5. А среди цифр кратной 5 является, конечно же, число 5. Но и не забывайте, 0 тоже будет кратен 5, потому что 0 на все делится. Вам даже здесь написали такое напоминание. Следовательно, смотрите, если обратить внимание на последнюю проверку, то наш горе-программист решил, что если в MaxDigit будет храниться 0 после завершения цикла while, то, следовательно, нет таких чисел. И это его была большая ошибка. Потому что, смотрите, если рассмотреть число 130, то в нем есть цифры кратные 5. Это само значение 0. И, следовательно, программа должна вывести значение 0, так как это самая большая цифра кратной 5. Но в данном случае программа выведет no. И, возвращаясь к вопросу, что же должно содержаться в переменной MaxDigit до начала цикла? Как я сказал, это должно быть самое минимальное значение, но так как мы поняли, что 0 мы не можем уже брать, или значение меньше. То есть вы можете сюда записать любое отрицательное число. Допустим, минус 1. Почему так? Да потому что любая цифра у нашего числа будет больше, чем минус 1. Вот в этой проверке. И, следовательно, после цикла while вы можете понять, были такие числа кратные 5 или нет, проверив MaxDigit на старое значение, на то, которое у нас было до цикла. То есть вот здесь вот вы должны проверить не на 0, а на минус 1. Следовательно, если наша переменная MaxDigit останется равной минус 1, то мы со стопроцентной вероятностью можем сказать, что не было такой цифры в числе кратной 5. Поэтому ответ на третью задачу будет следующим образом. Ошибка находится в строчке номер 2. Переменную MaxDigit нужно заменить на значение минус 1. И ошибка находится в этой строчке. Мы должны будем MaxDigit сравнивать со значением минус 1. На этом разбор данной задачи подошел к концу. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok